МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание, внимание, первая передача началась. Профессор Куа, профессор Куа. Началась. Началась? Здравствуйте, ребята. Ребятки, я вас очень прошу, сейчас еще пару формул допишу, и тогда, тогда начнем. Профессор, а может, вы их позже допишите? Дело в том, что я не просто так пишу, не для себя, а для того, чтобы ответить Ване Родионову из села Белое Приморского края, от которого я получил вчера сразу два письма. Два письма в один день? Да, именно так. Ваня написал мне первое письмо, потом месяц ждал ответа. Не дождался, и тогда вчера написал второе письмо. И я сразу его получил, вместе с первым. А что он же написал, Ваня? Ах да, сейчас прочту. Давайте начнем с первого письма. Оно такое. Здравствуйте, дорогой профессор Кварк. Я хочу стать физиком и открыть что-нибудь. Но мой старший брат говорит, что физики уже до меня все открыли и изучили. Даже какую-то теорию относительности придумали. Поэтому на мою долю уже никаких открытий не осталось. Прав ли мой брат? И что такое, кстати, теория относительности? Дорогой Ваня, в физике еще много неоткрытого. А теория относительности... Теория относительности — это такая штука, о которой можно говорить бесконечно. Начнем с этой формулы. Подождите, подождите, говорит бесконечно. Второе, второе письмо. Ах да, второе письмо. Еще раз здравствуйте. Я вам писал по почте месяц назад. Мой брат спрашивал о теории относительности. Но вы мне почему-то не ответили. Я попробовал сам разобраться в этой теории, но ничего не понял. Мой брат говорит, что в ней вообще никто, кроме Эйнштейна, не разбирается. Прав ли мой брат? И зачем было придумывать теорию, в которой разбирается только ваш попугай? Не разбираюсь, не разбираюсь я ни в какой бесконечной теории. Это меня, наверное, с ахиллом перепутали. Ваня перепутал тебя не с ахиллом, друг мой, а со знаменитым физиком Альбертом Эйнштейном. Это он как раз таки и придумал теорию относительности. Зачем он ее придумал? А вот зачем. Примерно до 17 века люди не видели никаких проблем ни с пространством, ни со временем, ни с движением. Время определяли приблизительно по Солнцу, а позже по не очень точным часам. Пространство считали эвклидовым, то есть таким, каким его описал эвклид. Простым трехмерным. С длиной, шириной и высотой. Вот такая получалась универсальная система отчета. А о движении тел рассуждали так же, как Аристотель. Аристотель считал, что движение абсолютно. Например, если отпустить яблоко вниз, то оно полетит прямо вниз, потому что это для него естественно. А если бросить его вбок, то оно полетит сначала вбок, насильственно, а потом резко повернет к земле, потому что для него это естественно. И откуда ни смотри, это всегда будет так и только так. А потом появился Галилей. Он стал проводить разные опыты с движением тел и с системами координат. Именно Галилей первым заговорил об относительности движения. Представьте себе, что вы скачете на лошади и при этом грызете яблоко, но упускаете его из рук, и оно падает вам на колени. С точки зрения всадника, яблоко полетело прямо вниз по вот такой траектории. Но с точки зрения стоящего неподвижно наблюдателя, яблоко летит по совсем другой траектории. Вот так. Одно и то же яблоко видится по-разному относительно разных систем отчёта. Но спустя некоторое время появился Ньютон. Законы Ньютона описывают движение тел очень точно. Законы эти не меняются от перехода из родной системы отчёта в другую. Яблоко у всадника падает по одним и тем же законам. Просто, чтобы описать его движение в неподвижной системе отчёта, нужно к скорости падения яблока прибавить скорость движения лошади. И тогда всё становится на свои места. В долгие годы всё было просто и понятно. Но потом появились Вольт, Фарадей, Герц, Максвелл и другие физики. Они открыли и описали электромагнетизм. Но пока эти физики изучали природу, электричество и света, они обнаружили, что законы Ньютона вместе с обычным эвклидовым пространством не работают. И вот тогда появился старина Эйнштейн. Он написал сначала специальную теорию относительности, а потом и общую теорию относительности. И всё объяснил. В чём же была загвоздка? Что именно не укладывалось в привычную нам картину мира по законам Ньютона и в простом трёхмерном пространстве эвклида? Не укладывалось поведение света. Свет никак не хотел вести себя по законам Ньютона. Скорость света оказалась независимой от системы отчёта. Как точно не измеряй, а она всегда получалась одинаковой. Около трёхсот тысяч километров в секунду. Ну и что? Ну как что? Ну смотри, представим себе, что мы летим на ракете. вот в эту сторону со скоростью В. Обозначим её так, буквой В. И включаем на борту лампочку. Свет от этой лампочки несётся и вперёд со скоростью света С. И назад со скоростью света С. Итак, наша ракета летит, а лампочка испускает свет. Что должен увидеть наблюдатель на земле? Согласно законам Ньютона, наблюдатель должен увидеть, что вперёд свет летит со скоростью С плюс В. А назад со скоростью С минус В. Да, это очевидно, это даже я понимаю. Молодец, но самые точнейшие измерения и опыты показали, что это не так. Скорость света в вакууме всегда одинакова. А значит скорость её будет 299 792 километра в секунду. Вот основные постулаты теории относительности. Их всего 2 и они очень просты. Это принцип относительности и принцип постоянства скорости света. Означают они вот что. Первое. Все законы физики одинаково применимы для любых наблюдателей, если они движутся относительно друг друга без ускорения. Это первое. Второе. Свет в вакууме всегда распространяется с одной и той же скоростью, независимо от движения его источника. Выводы, которые можно сделать из этих постулатов, изменили наше представление о пространстве и времени. А выводы, например, такие. Ни один материальный объект не может двигаться быстрее света. С точки зрения неподвижного наблюдателя размеры движущегося с большой скоростью объекта сокращаются в направлении движения. А масса объекта возрастает. Если ракета летит с очень большой скоростью и часы на ней показывают, что прошел час, то на Земле в это время может пройти, например, два часа. Стоп, стоп, стоп! Как-то, как-то часы идут медленнее? Может, они испорчены? Ничего они не испорчены, Эйнштейн. Просто согласно теории относительности время тоже относительно. И пространство, и время могут для разных наблюдателей сокращаться или удлиняться. Масса тоже может изменяться очень сильно. Конечно, все эти явления происходят только при очень больших скоростях, близких к скорости света. Не понимаю, не понимаю, не могу себе этого представить. Дело в том, что сначала даже сам Эйнштейн, когда уже придумал специальную теорию относительности, не понимал, как вписать в нее гравитацию. Со светом вопрос был решен, но с гравитацией были проблемы. Он думал над этим около десяти лет и нашел объяснение. И вот тогда появилась общая теория относительности. В ней тоже два постулата. Нет, один постулат. Вот какой. Гравитационные эффекты обусловлены не силовыми взаимодействиями, а искривлением самого пространства времени. А искривление это происходит из-за массы. Да, но пространство не может быть кривым, оно ровно хер. Это когда-то люди думали, что Земля плоская и пространство Эвклидова с прямыми осями. Но теперь-то мы знаем, что Земля круглая, и оси непрямые. Теория относительности Эйнштейна говорит нам о том, что пространство устроено еще хитрее. И не только оси могут быть искривлены, но и само пространство может быть деформировано вблизи тел с огромными массами. Ну вот, Ваня, я надеюсь, ты понял, что такое теория относительности Эйнштейна. Ну, не нашего, конечно же, Эйнштейна, а великого ученого Альберта Эйнштейна. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы по адресу 109-147 город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал Радость моя, профессору Кварту или на сайте телеканала www.radostemoya.ru До свидания, до новых встреч, пока! Пока-пока! Фух, Эйнштейн, а знаешь, о чем я подумал? Что относительно ястреба ты маленькая птичка, но вот если ястреб будет лететь очень высоко, то относительно него ты будешь очень большой. есть над чем подумать, конечно, есть над чем подумать. субтитры, но